Здравствуйте! В эфире информационно-правая программа 112. За прошедшую неделю на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 226 происшествий. Из них 14 преступлений, из которых 9 раскрыто. По 5 проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступления. Прилечено к ответственности 59 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло 13 дорожно-транспортных происшествий. Причинен материальный ущерб. В целях профилактики правонарушений на территории округа сотрудники УМВД России по Ненецкому автономному округу провели ряд оперативно-профилактических мероприятий. 4 ноября 2017 года на территории округа проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток», в котором были задействованы 7 сотрудников полиции, представители комиссии по делам несовершеннолетних, директора школ, социальные педагоги, учителя и представители родительских комитетов. Проверено 15 несовершеннолетних, трое детей передано законным представителям под расписку. Проведено 25 профилактических бесед. В результате проведенного мероприятия было проверено 73 места скопления несовершеннолетних детей, доставлено в управление 3 человека, составлено 7 административных протоколов. 3 и 4 ноября 2017 года на территории Наринмара и поселка Искателей проводились тестовые испытания комплекса «Безопасный город». Он включает в себя 67 видеокамер, 28 терминальных комплексов «Гражданин полиция» и 6,7 автоураган. В мероприятии было задействовано 8 сотрудников ГИБДД, составлен 21 административный протокол. Полицейские подвели итоги проведенного на территории округа оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь». В октябре на территории округа проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Алкоголь», направленное на выявление пресечений и преступлений, совершаемых в сфере производства и оборота этилового спирта, суррогатной алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также в сфере производства и оборота поддельных акцизных марок. Сотрудниками полиции в ходе проведения данного профмероприятия изъят из незаконного оборота 355 литров алкогольной продукции. В отношении одного жителя региона в период проведения мероприятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьей 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Производство, приобретение, хранение, перевозка или избыт товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, не предусмотренной законодательством Российской Федерации. Также стражами порядка в отношении индивидуального предпринимательного города Наринмара проводится доследственная проверка по факту реализации алкогольной продукции без соответствующей лицензии. Направлено в Мировой суд города Наринмар 5 административных материалов в сфере незаконной реализации алкогольной продукции. В Наринмаре состояли соревнования по стрельбе из пистолета Макарова среди пенсионеров и ветеранов Управления МВД. 2 ноября текущего года в стрелковом тире «Дюдс Лидер» города Наринмара прошли соревнования по пулевой стрельбе из пистолета Макарова среди пенсионеров и ветеранов Управления, приуроченные к празднованию Дня Сотрудника Органа Внутренних Дел Российской Федерации. Полицейские в отставке продемонстрировали отлично сохранившиеся навыки в стрельбе и стабильного оружия. Произведя выстрелы по мишени с расстояния 20 метров. В личном зачете первое место занял Алексей Юрьевич Елисеев. Второе место разделили между собой Сергей Александрович Кычин и Сергей Анатольевич Русских. И третье место занял Александр Леонидович Сопочкин. 6 ноября текущего года в Управлении руководством и личным составом МВД России по Ненецкому автономному округу в торжественной обстановке было проведено награждение победителей и участников соревнований. Начальник окружной полиции Олег Яковлев провел пресс-конференцию с представителями СМИ округа по итогам работы управления за 10 месяцев текущего года. Кроме того, начальник УМВД России по Ненецкому автономному округу озвучил ряд основных показателей, характеризующих результаты деятельности управления, направленных на профилактику и борьбу с преступлениями, с правонарушениями, а также ответил на вопросы журналистов. По словам Олега Яковлева, в течение 10 месяцев текущего года в результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий сотрудникам полиции удалось достичь снижения как общего количества регистрируемых преступлений, так и тяжких и особо тяжких составов. Меньше в текущем году совершено убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, краж, в том числе из квартир, грабежей, разбойных нападений, угонов транспортных средств и других составов. Сократилось число преступлений, совершенных с применением огнестрельного газового оружия. Активнее в текущем году проводилась работа по выявлению экономических преступлений. Рост составил около 60%. Процент возмещения материального ущерба – 88,8%, или более 106 миллионов рублей. Значительно возросло число выявленных преступлений коррупционной направленности. В сфере потребительского рынка против собственности, преступлений, связанных с операциями с недвижимостью, с освоением бюджетных денежных средств, против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Особое внимание начальник управления акцентировал на том, что по-прежнему не удается стабилизировать ситуацию, связанную с преступлениями, совершенными в состоянии алкогольного опьянения. Каждое второе преступление в округе совершено данной категорией лиц. Одним из самых действенных рычагов воздействия на сознание правонарушителей является реализация принципа неотвратимости наказания, напрямую связанного с эффективностью работы по раскрытию и расследованию преступлений. Полицейские Наринмара продолжают проводить акцию «Госуслуги без проблем». 1 ноября в автоклассе средней общеобразовательной школы номер 1 города Наринмара сотрудники окружной госавтоинспекции провели с учащимися автошколы акцию «Госуслуги без проблем». В ходе акции «Стражи порядка» рассказали учащимся о преимуществах получения государственных услуг в электронном виде, а также о скидке в 30% при оплате госпошлины за услуги отдела ГИБДД. Всего в акции принял участие 25 человек. Также окружные полицейские провели профилактическую беседу со слушателями о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, акцентировав внимание участников акции на управление транспортными средствами в зимний период. В завершении мероприятия окружные госавтоинспекторы вручили будущим водителям свидетельство об окончании автошколы и светоотражающие подвески. Сотрудниками окружной полиции устанавливается местонахождение «Нагец» Ивана Леонидовича, 26 июня 1982 года рождения, уроженца поселка Красный Як, Печорского района Коми-Ассер, который 1 ноября текущего года в 23 часа 30 минут вышел из дома, расположенного по адресу Ненинский автономный округ, поселок Искателей, улица Строителей, дом 16, в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы. На вид 35-40 лет. Плотного телосложения. Рост 175-180 см. На правой груди имеется татуировка в виде головы медведя. А также правое и левое предплечье расписаны неустановленными знаками. Был одет. Пуховик дутый, синий, короткий. Под пуховиком «Олимпика» синий «Адидас» с белыми полосками на рукавах. Синие джинсы, темно-коричневые ботинки. При себе имел. Паспорт гражданина Российской Федерации на его имя. В паспорте может находиться медицинский полис, а также мобильный телефон неустановленной марки. Кнопочный. В случае установления местонахождения разыскиваемого, сообщить дежурную часть ОМВД России по Ненецкому автономному округу по телефону 4-21-26 или с мобильного 102. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть полиции по телефону 0-2 или по телефону 4-21-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин